Моранта Добрый день! Моранта – молящаяся трава Моранты, как и колотеи, и ктенанты, привлекательны необычной окраской листьев. Морантовые листья бывают выкинуты эллиптической или овальной формы с эффектной окраской листовых пластин. Темно-зеленые полосы чередуются с розовыми или нежно-салатными. Красно-коричневые бархатистые пятна подчеркивают светло-зеленые жилки на листьях Моранты. Эти декоративно-лиственные многолетние домашние растения имеют интересную особенность. Листовые пластинки Морант обладают способностью менять свое направление в зависимости от освещения. При благоприятных условиях располагаются почти горизонтально, а при недостатке освещения вечером поднимаются вверх и складываются вместе. Из-за этой особенности Моранту называют молящейся травой. Цветки обычно мелкие, белого цвета, собраны в метелка, видные соцветия. На корнях Моранты имеются клубневидные утолщения. Моранта достаточно тепленья, любивый цветок, хорошо сочетается с другими декоративными растениями. Поэтому ее часто используют для оформления интерьеров, выращивают в зимних садах. Моранта довольно капризное растение, но правильно ухаживать за ней несложно. Нужно помнить, что поскольку Моранта родом из тропических лесов в Бразилии, то близкими к естественным для нее будут полумрак, тепло и высокая влажность. Эти растения прекрасно подходят для квартир с окнами на север. Лучшее место в квартире для Моранты – северные окна, в крайнем случае восточные или западные. Моранта предпочитает высокую влажность воздуха. В течение всего года необходимо регулярное опрыскивание. Поливать обильно, теплой, мягкой водой. Моранты пересаживают в среднем через 2 года весной. При этом в горшок берут неглубокий, лишь немного больше предыдущего. Размножать Моранту можно верхушечными черенками или путем деления кустам. Моранта поражается паутинным клещом, который может появиться при слишком сухом воздухе в помещении. Отлично здесь сочетают этот цветок Моранту с другим цветком, который цветет на самом деле. И в общем получается ничего приличная картинка. Всего доброго и до свидания.